Малыша! Доброе утро, малыша! Ой, малыша! Доброе утро, собачка! Утро начинается с того, что запускаем нашу собачку домой, чтобы накормить. Иди сюда! Ой, какая собачка-то у нас хорошая! Да, малыша! Ой, какая охрана у нас! Охрана! Охрана встает так рано! Да, малыша, сегодня хороший солнечный день! Ой, как всегда, люблю просто выйти рано утром, вздохнуть полной грудью, свежим воздухом. Сегодня день обещает гораздо быть теплее, чем вчера. Скорее всего, у нас ночью был минус, потому что образовалась корочка, посмотрите, на бочке. Так что всё, заморозки пришли на Кубань. Напишите обязательно в комментариях, кто живёт в Краснодарском крае. Как долго у вас лежал выпавший снег, потому что, опять-таки, смотрела новости сегодня и в других районах горных, там выпало столько снега, что просто не верится. Ну, как всегда, наш район, все ненастия обходят стороной. Конечно, я очень хотела, чтобы выпал снег и додумала, что за ночь насыпет, но нет. Вот такая вот погодка около моря, пар идёт. Ну, слушайте, вот просто выйти с утреца взбодриться вполне себе комфортно. Сегодня обещали где-то плюс 4 градуса, но, возможно, что будет даже теплее. И шикарные розы, которые радуют. Красота, согласитесь. Уже у нас день, и я пошла собрать лук, потому что мы будем обедать. Я целое утро до часу дня занималась дистанционно, поэтому, да, время подкрепиться. Вот он лучок, свой свеженький. Очень я люблю кушать лук с солью. Сейчас будем кушать супчик. Самое то. Отлично. А мне кажется, даже лучше, что снег не выпал, потому что, если бы он выпал, то вся наша зелень перемёрзла, мне кажется, да? Или лежала бы в снегу, например. И я бы не смогла просто этот лук собрать. А сейчас могу. Поэтому везде свои плюсы. Лучок такой большенький. Люблю вот такие вот житейские мелочи. Просто как бы выйти в свой огородик, нарывать свой лучочек. И потом с семьёй обедать. Собачка наша! Ой, бежит, красавица! Охрана, охрана. Ну что, охрана, пойдём сейчас домой? Пойдём сейчас домой. Малышик, пойдём, пойдём, малышик. Заходи, малыша. В общем, собрались мы, решили, что сейчас пойдём гулять. Сходим до центра посёлка, до залива, наверное, да? Да, да. Очень хочу увидеть море. Вышло солнышко, вот. Сейчас ты, получается, дома. И я тут увидела, что у нас прижились некоторые деревья, которые мы посадили. Я вижу, что ты посадила новые. Да, я вообще очень много посадила новых. Что ты новое посадила? А вот эта юка, это новая, или ты её пересадила? Да, да, да. Мне дали, я посадила её. Я и здесь посадила, и там посадила в трёх местах. Вообще много чего насадила осенью. Посадила вот здесь деревья, вот здесь. Но это уже были посажены ранее, они прижились уже. Видишь, какие большенькие стали. Вот ничего. Огородила, потому что, ну, чтоб мало ли это не повредили. И там тоже всё посадила. Ну, в общем, сейчас как раз самая такая пора наступила, когда надо всё садить. Погода классная, вообще благоволит. Это классно, что цветут ещё цветы около домов людей. Да, хотя и снег первый, да, было всё равно очень красиво. У них что, свободный выпас? Да нет, просто их хозяева отпускают, рядышком следят за ними. Прогулка у них после обеда. Видите, какие они хорошенькие? Вы хотите тоже их завести, или вы хотите гусей? Ой, пока не знаю. К-моему, вы гусей же хотели. У нас что-то прорвало, что ли, по улице? Потому что там ремонтируют. Ну, потому что у нас буквально час назад воды не стало. Ну да. У нас вообще на той неделе не было воды. Три дня сподряд три дня не было воды. А сегодня вот опять воды нет. Ну, я вижу там что-то делают. Да, что, видимо, случилось или делают. Но, скорее всего, иногда, знаете, делают новые колодцы. И поэтому может что-то. Но я не могу знать даже, что конкретно. Не буду обманывать, врать. Вообще, сегодня должны были по графику электроэнергию отключить на целый день с девяти до пяти. Но, видимо, отменили. Зато воды опять нет. Вот такая у нас здесь проблема. Бывает. Это неприятно. Вот лето вроде нормально все было. А сейчас постоянно нет воды. Какие-то поломки, то ли что. Мы не в курсе, не знаем. Хотя можно было бы подойти, узнать. Может, подойдем, да спросим? Пойдем. Это же интересно. Ну да. Узнаем. Река. Водоем на улице. Сейчас мама узнает, что там случилось. Почему копают. Узнаешь? Узнаем. Узнаем. Сейчас я подошла и уточнила, почему у нас опять нет воды. Оказывается, порыв. Устраняют. Я надеюсь, что скоро будет вода. Что-то я не помню, чтобы этот дом построили целый дом. Быстро, да, появился дом. Ничего себе. Вот так вот. И тут тоже, да, все строят. Ну, классно, классно, люди строят. Ну, здесь не так быстро. Ну, здесь потихоньку сами просто делают, и все. Такой коттеджик. Улицы застраиваются. Вообще, поселок сейчас можно не узнать. Очень много новостроек. Люди, потому что... Новостроек? Новых домов. Новых домов, да. Новых домов. Да. Люди покупают участки и строят новые дома. Ну, вот на этих улицах уже практически ничего не осталось. А вот улицы, там, где нету еще света, вот, там продаются. Здесь практически уже ничего нет. Поэтому кто успел, тот и съел, так скажем, купил участок. Да, во-первых, здесь же они хорошие. Здесь же все есть и газ, свет, и вода. Соседи, не на отшиве, получается. Да, да, да. Здесь все условия есть. На нашей улице-то, да. И участки хорошие. Не маленькие, не большие. Нормальные. Ну, по 15 соток здесь. Ну, да. Это средняя нарезка, как нарезал. А раньше поселок так и есть. Кто-то разделил на две части, продал по 7,5 соток. Но в основном, мне кажется, 15 у всех. Я думаю, да. Не буду врать, не знаю, сколько точно. Ну, я смотрела, нарезка по 15 соток была. Кстати, напишите, а сколько, например, соток у вас? Вот, у нас 20. А вообще, как вы считаете, вообще, какая вот... Какой лучше, так, участок покупать, чтобы там было все как бы в доступности? И банька была, может быть, да? Вот многие же мечтают. Сколько соток нужно, как вы считаете? Вот еще домик строится. Тут вообще все строится. Точно. Тут все строится у нас. В наш поселок, вот, когда мы приехали, было столько участков пустых. Ну, да. А сейчас... Уже ничего нет. Везде только идет строительство активно. Наш поселок хороший, правда, хороший. Мы не нахваливаем, но он просто маленький и уютненький. Ну, да. Можно его пешком обойти. Все в шаговой доступности. Не надо здесь, как бы, автобус иметь, чтобы поехать в магазин, там, да, как-то, в столице, например. Вот старотитровку возьмите. Там без машины будет тяжело. В Тамане тоже тяжело. А в Тамане тоже, да, потому что она большая Тамань. Это надо только, если где-то рядышком жить. А у нас все в доступности, как бы, можно. Хоть продукты купить. Ну, в Сеном, кстати, тоже. Да, да. Кстати, Сеной нам тоже нравится, что-то, как бы, там, такой аккуратненький. Аккуратненький. Все есть. И Сбербанк есть, и почта есть. И школы, и садики. Все-все абсолютно, да. Ну, вся инфраструктура. Магазинов очень много. Купить даже можно и холодильник, и телевизор. И все для ремонта можно купить. Все. Посмотрите, боярышник поспел. А его как можно использовать? Настойки делать же. Настойки точно. Кто-то, может быть, чай пьет. Ну, это же как лекарство считается. Лекарственное растение. Да. А вот с этого дерева мы летом с Димой, моим другом, собирали абрикосы. Кстати, оно еще не полностью опало. Смотри, как-то интересно, да, часть. Листья опали, а часть еще зеленые. Видимо, какая-то часть еще более-менее живая, а другая уже... А внизу, видимо, да, смотри, внизу именно листики еще пока есть. Ну, да. А вверху уже их нет. Ну, это деревья, вот эта аллея, которую садил сам поселок, совхоз. Да. Вот. Хотя тут может показаться, что это как бы придомовая территория, но на самом деле, на самом деле, это аллея. К сожалению, не все, а деревья выжили, уже много времени прошло. Многие сухие стоят, но тем не менее, абрикосовая аллея продают. Тут восемь соток, так что... Ну, скорее всего, разделили, наверное, участок. Ну, конечно, разделили. Ну, как бы угловой считается, и разделили. Ну, да. Тут пожилые люди живы, кстати. Ага. Пожилые люди поведены. Ну, так что вот, здесь хорошее место. Восемь соток самое то, кстати. Очень хорошее место. Знаешь, почему? Дорога асфальтированная. Ну, да. Далеко от дороги, здесь все хорошо, освещение все есть. Ну, да, кстати, интересно, сколько вот он стоит такой, да? Ну, да, хорошее место. Труба, газ, все проходит. Ну, все есть, конечно. Да, хорошее место. Ну, да. Но его раньше не было, вот, я думаю, недавно. Недавно, да, недавно не было. Я его прохожу здесь очень часто. Для меня, конечно, сейчас все вот... Я иду и смотрю, какие изменения, я их замечаю. Когда постоянно жмешь, конечно, чего-то ты не замечаешь. А тут, когда приезжаешь не так часто, то видишь все эти изменения. В общем, зелени еще куча на самом-то деле. Здесь всегда хозяева все делают. Красиво, глаз радуется. Розы белые цветут. Да, вот сейчас там тоже будет. Покажу вам красоту эту. И елочки всякие, и туйки. Посмотри, можжевельник, ой. Ну, хозяева рукастые розы. Классно. А как называются эти желтые цветы? Хризантемы. Хризантемки. Смотри, там еще какое-то растение, кустарник с какими-то ягодами красными. Интересно, напишите, кто знает, что это за такое растение. Мы с тобой, наверное, потом зайдем в магазин, купим хлебушек. Да, потом на обратном пути. Хорошо. На арке. Казинчик. О, кошаки. Целуются. 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 Кысики. На самом деле, сегодня настолько тепло, и, наверное, градусов 10-100% есть. Мне кажется, даже плюс 11 стало вот сейчас в обед. Здравствуйте. Тепло стало очень комфортно. После вчерашнего дня, да, какого-то такого ветра, такой ночи. И ночных заморозков. Да, да, да. Ну да, мне кажется, даже можно шапку не надевать, но у моря там будет ветер, поэтому... Ну, уже все равно пара. Приозились. Ну, конечно, пора. И, кстати, первый раз у нас такие были минусовые температуры, еще не было. Пройдемся по аллейкам. Хорошо. Просто, когда долго не приезжаешь, уже совсем другой взгляд, да? Вот это не примелькался, все это. Ну да. Может, уже по-другому все. Видите, какие зеленые деревья еще. Ну, эти, понятно, эти вечно зеленые. Но листья столько на лиственных деревьях. Как же все действительно красиво выглядит, когда солнечные лучи есть. Вообще сказка. И воздух такой сегодня. Ой, свежесть. Прям свежесть пахнет. Наша сегодняшняя прогулка получилась как, знаешь, небольшой обзорчик нашего поселка. Вот у нас ДК. Ну, все так же здесь все ухожено и красиво. Рост, к сожалению, не так много, как было. По-прямски. Да. Но все равно уютненько. Я вижу, что школьники приходят сюда вот посидеть просто на лавочке. Ну, это можно считать как просто центр поселка. Ну, да, такие поселка, да. Поэтому сюда все приходят. Ну, вот эта площадь, где проходит ярмарка. Я увидела, кстати, что там поставили стенд, где написано, во сколько работает ярмарка. Вот. Поэтому, да, центр нашего поселка. Это здесь. И раньше все мероприятия, они вот тоже здесь проходили. Ну, в этом году, понятное дело, что ничего не будет. Потому что, вы знаете почему, причина ясная. Коронавирус. Да, вообще, вот все так люди это против того, что ничего нельзя провести, не как бы это скучают. Общения не хватает, как бы людям не хватает, все равно же хочется общаться. Ну, Новый год, семейный праздник. Ну, да, 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 да. Скорее всего, традиции будут возвращаться. Лишний повод побыть семьей. Да. С близкими людьми. Я часто видела в комментариях, что нас спрашивают о том, почему у вас в поселке так тихо, и каждый раз, когда вы снимаете, никого нет. Ну, потому что все на работе, в школе, в садиках, и у людей есть свои частные участки, и они на улице, на улицу выходят там, на них, правильно? Да, вечером обычно такой пять часов наплыв людей возвращаются все с работы. Здравствуйте. Здравствуйте. Возвращаются все с работы, и начинается такая жизнь в поселке. Сразу прям видно, что машин много, людей много, школьников там. Ну, да, да, по вечерам. По вечерам особенно, да. А сейчас, понятное дело, вот идем, ну, буквально встречается по пути несколько людей. Вот. Рабочая неделя. Только собаки вон сидят, греются на солнышке. На солнышке. А мы тем временем потихонечку подходим уже к Таманскому заливу. О, здесь тоже изменилось, тут заборчик поставили. Здесь изменили. Вот здесь старый был, видишь, поставили новый, сделали клумбу. Да, 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 благородили. Птички поют, послушай. Как будто весна. Все радуются. Ощущение, ощущение сегодня будто бы весна. Честно, хочу даже расстегнуть куртку, снять шапку, но нереально жарко. Ну, потому что мы во всем зимнем. Вот если сейчас там, на пляже, не будет ветра, я расстегиваю куртку, потому что, ну, я уже не могу. Тепло, правда, тепло стало тепло сегодня, очень тепло. Давай пройдем вот здесь, около памятника. Дорожка нас выведет к пляжу детскому. Бабочки летают, ты посмотри. Ну, да, точно, бабочки. Все, проснулись все, тепло. Точно, бабочки летают. Это ж надо, а? Розы. Просто приятно вот идти дышать свежим воздухом. Ну, нету такого в городе. Вот, понимаете, я живу в Краснодаре. Вот у меня такого там нету. Там постоянно какая-то спешка, шум. А здесь, здесь я нахожу вот спокойствие. Каждому свое, конечно. Кому-то нужна постоянно движуха, а кому-то хочется побыть наедине с собой, с природой. Господи, сейчас я увижу, наконец-то, Таманский залив. Я очень рада. Вот мой приезд к родителям, он как глоток свежего воздуха. Это такие ощущения, когда ты после шумного большого города приезжаешь в деревню к бабушке. Вот точно такие же ощущения у меня, когда я приезжаю вот сюда вот. На любимую Таманскую землю. Видишь, уже все убрали. Ты была, мостик еще был? Ну да. Вот детский пляжик. И лебеди. И я все-таки разделась. Сняла куртку, шапку. Потому что нет настолько и холодно. Ветерок есть, но, в принципе, хорошо. Тоже приезжают люди, чтобы подышать у моря. На ветру, конечно, уже руки замерзли. Но, тем не менее, мы уже очень долго находимся здесь, на детском пляже. Я пока пошла посмотреть на лебедей. Тут как раз их очень много. Но я так пригляделась, такое ощущение, будто бы они спят. Не ловят что-то под водой, а именно спят. Мама моя там общается с местной жительницей, которая, как оказалось, даже нас знает, смотрит наши видео. Вот. А я пока смотрю на солнышко, на закатное солнце. Тут ко мне еще прибилась собачка. Друг. Смака. Вот она. Рыжик такой. Рыжик. Замерзли мои руки, все красные. Причем обе руки. Так что, к вечеру холодает. Холодает значительно. Рыжик. Рыжик. Субтитры сделал DimaTorzok Вот сейчас мы возвращаемся уже назад домой и такая движуха в поселке началась. Здесь вообще столько народу, все возвращаются с работы. Дети, видимо, сделали, как мама говорит, уроки и выходят на улицу гулять. Вечером движение начинается в поселке, машины ездят. Мама зашла уже в магазин, купит сейчас хлебушку. Здесь кошаков куча и как наша Муська, Света. Кысики. Ласковые кысики. В магазин можно заходить только в маске. Висит объявление, уважаемые посетители, без масок не входить. Кирюша, зайди пока сюда. Зашла я, в общем. Зашла? Ну, ладно. Вот такой вот здесь у нас в магазине ассортимент. Можно и всякую бытовую химию купить и продукты. Мы здесь покупаем всегда хлебушек и мясо, все есть. Тихо. И рыбка, смотрите, всякая. Сегодня красивый алый закат. Как всегда, камеры не передают той красоты, которая на улице. Сейчас покажу вам два нововведения. Вот такая вот дорожка, такой вот тротуар сделали. Это, получается, остановка была. Посмотрите, сделаны сходы, чтобы вода стекала, чтобы не застаивалась. И на противоположной стороне тоже сделана остановка. Еще не открыта, но теперь у нас будет две остановки. Все цивильно. Поселок Приморский. Вот так вот здесь все сделали.